Девушки отдыхают От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» Желаю вам влечь приятных сновидений Парад скоро начнется Я буду ждать там же, где раньше Устоит? Только не привлекайте внимание Только что нам в студию пришло срочное сообщение Авиакорпорации Кантау разбился за пределами Найт-Сити Двигатели аппарата отключились из-за внезапного электромагнитного импульса Который был вызван неполадками на станции в Санто-Доминго Попытка аварийной посадки не увенчалась успехом Выжившие в крушении пассажиры подверглись нападению кочевников К счастью, уцелевшие сотрудники службы безопасности Кантау Сумели отбить внезапную атаку и не допустили новых потерь Компания уже заявила о том, что готовит силовой ответ, направленный на кочевников После рекламы Президент Майерс выступила с заявлением о проблеме потока беженцев из-за Ви, как раз вовремя Привет, Горо Выглядите на все сто А то и больше Правда? Я чувствую себя по-другому Я попробовал ваш местный бургер Ага И как он вам? Легко зашел? Спросил людей внизу Парад уже скоро начнется Я скорректировал данные о Кабре Советую ознакомиться с ними перед началом Для начала вирус действительно работает И намного лучше, чем я ожидал У нас есть глаза и уши в комнате охраны Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы Их трое Нужно нейтрализовать их всех Пока они не сделали это со мной К ним можно пройти разными путями Первый близко С ним проблем не возникнет Со вторым хуже До него надо сначала добраться Ну и наконец Третий из них спрятался на мосту над улицей Мы вот здесь Платформа Ханако-Сама остановится здесь Рядом будет аварийный выход Через который мы уйдем в конце С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони Только осторожно Снайперов обзор еще лучше Если они тебя заметят Бам! И нет воровки И это не самое страшное Я должен буду запрыгнуть на платформу Залезть внутрь, через окно И встретиться лицом к лицу с Ханако-Сама Последнего я боюсь больше всего Ну как, все ясно? Ты готова? Погодите, а у нас есть запасной план? На всякий случай А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора У меня нет запасных планов Должен сработать этот Я готова Вопрос Готовы ли вы? Я разработал план Так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь Ваш друг Ода Ода Человек чести Он никогда не причинит мне вреда Ага До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханако Я понимаю, о чем ты На первый план выйдут инстинкты и рефлексы Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него Удачи вам, Горо Я на позиции Платформы только что запустили Двигайся незаметно Иначе к тебе слетятся боевые дроны Еще я заметил Нэтранера в униформе Арасаки Она прячется где-то здесь Ладно, я готова Ну что ж, начнем Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако Сава Ты уже близко Он почти что перед тобой Он следит за толпой Назад не смотрит И очень даже зря Горо, я сняла ближайшего Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт По мосту наверху ты перейдешь через улицу Ви, важные новости Ода с кем-то разговаривает Я подключу тебя Послушаем вместе Повторяю При подготовке допущены нарушения безопасности Ханако Сава нужно увезти отсюда Ты оспариваешь приказы Юринобу Делай свою работу Принято Конец связи Все как мы и ожидали Ода здесь Я скажу Если что-то выясним Я знаю с кем он разговаривал Это гребаный Адам Смешер Мужик, который тебя убил Да он давно уже не человек, блять Но это очень хорошо Я рад, что он здесь Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки Придется довольствоваться одним Смешером Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь Ну ладно, ладно, на В конце концов решающий выстрел предстоит делать тебе Попробуй пройти в техническую зону Оттуда можно забраться выше Слишком хлипкий этот мостик Ты уверена, что Такамура не хочет тебя так элегантно обнулить? Бля, чуть не упала Осторожно, не привлекай внимания Я был прав Молчание – это не золото Найди способ спуститься вниз Только будь осторожна Да, вот так Не торопись Сорвешься ты Сорвется весь план Цель поражена Да, именно так В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу Это кратчайший путь к следующему снайперу Он высоко забрался До связи Ви, это снова Ода Послушай Сообщить о нарушении в системе безопасности Ее нужно эвакуировать немедленно Арасака в состоянии защитить своих руководителей Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем Конец связи Ты слышала? Они начали беспокоиться Нам надо спешить Вот, кажется, и все Кажется, да Очень хорошо Осталась одна проблема А какая еще? Нетранер Арасаки Она взяла под контроль всей сети Надо от нее избавиться Иначе у нас не получится перехватить платформу Она прячется в недостроенном доме Недалеко от позиции второго снайпера Хорошо, иду к ней Добави Я ее Отключи ее Хватит работать Пора отдохнуть Блядь! Вот он Как же без вас-то? Ты не стабильник Следи за дистанцией Берегись, публика Он рассечет тебя, как рыбок Где ты, Гамура? Не испугался? Боится твоего собственного у... Сиди! Берегись! Ви за этим заплат... Ви, движи статус. Я... У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Вечно вы с вашей самурайской честью. Что ж, сегодня вам повезло. Скажите спасибо вашему другу Горо. Это тебе спасибо, Ви. Все получилось. Я в системе. Ханака внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Поехали. 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 Что они имел matter. У вас не должны быть инстак traversом. Даваева у себя может развиваться. Там так, я Slow. У меня не знаю. Он говорит мое. Говорит. Но, вы если救ать ее, то следуй. В Sinai все всё кله, Горо, все системы заблочены, пора действовать. Отец... Ханако... Отец... 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 Щекочи... Ты... Беги! Блядь! Блядь, блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Вы не имеете права нас задерживать. Иди нахер! Это нарушение гражданских свобод! Ты еще жива? Да? Пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. Иди нахер! Где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж. Номер 303. Постучи четыре раза. Быстрее! Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Хана Карасаку. И предложили ей выпить чайку? Да. Она веживо отказалась. Скажи всю правду о Йоринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Третий этаж прожит. Я был, наверное, стал на ней. Это Кауро. Это доехали. Я была темной. Я была здесь. настоящий убийца нужно быть сумасшедший чтобы всерьез говорить мне такое понимаете я такая наглая потому что мне нечего терять у меня в голове ваш экспериментальный биочип благодаря ему я смогла выжить после того как мне выстрелили в голову только вот теперь этот биочип меня убивает инграма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание и если это не остановить моя смерть будет очень печальный ханако сама она свидетельница преступления которое совершил ваш брат мы подтвердим каждое слово если вы поможете ей с биочипом ханако сама ты слышала иди проверь у меня очень плохое предчувствие это последний шанс ебаться забудь про него он уже труп или хочешь присоединиться что за хрень и смей падать в обморок ты меня слышишь нам надо срочно валить из города как думаешь такие мотели строят специально для неудачников вроде нас кондер не пашет под матрасом старые шприцы толчок забит нет серьезно кто сука приезжает сюда ночевать мы же от найт сити всего в паре километров тот кто уезжает сюда не заворачивает а тот кто приезжает ночует сука в городе кому нужен мотель посреди ёбаного ничего джонни что завали ебало пожалуйста к чему этот словесный понос кому от него легче джонни мать приходится сидеть и ждать пока сюда вломятся штурмовики арасаки если кто-нибудь постучит разноси дверь к хуям мне не усралось закончить как так и мура слышишь тачка да тачка блять только один палец на спуске что ли пора вставать кто там я спросила кто там у меня оружие так что без фокусов наконец-то фу блять что там за дерьмо на стене кровь да мотелью это последней звезды стоило так что там с посланием где она она перед тобой сейчас начнется что начнется это кукла или прокси я должна сразу кое-что пояснить мое мнение не изменилось но она к это вы я больше не могу себя обманывать я верю тебе как вы меня нашли ты думала что уехать из города будет достаточно так ему рассказал мне что поставил на тебя трекер но это не так важно если арасака хочет кого-то найти она его находит фарфоровая сука жаль что вы тогда мне не поверили может горы был бы все еще жив когда упоминаешь его не забывай что мы сейчас разговариваем только благодаря ему так что прояви уважение хорошо йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации надо действовать пока рана свежа и ты мне поможешь ты живое доказательство его преступления сперва вы помогите мне наверное я не ясно выразилась нам надо торопиться я тоже довольно сильно спешу умираю понимаете из моего трупа будет довольно хреновый свидетель я понимаю расскажите мне все что знаете о микоши микоши это один из главных проектов моего отца цифровая крепость серверами которые размещены на орбитальных станциях в своем роде это такая библиотека конструктов личности оцифрованных душ или тюрьма зависит от точки зрения но как ни называй там ты спасение не найдешь ты ничего не знаешь ни о биочипе ни о процессе создания конструктов я нашла вашего перебежчика хельман прятался под крылом у кантау мы поговорили он сказал что инграма рано или поздно меня поглотит этот процесс нельзя остановить удивительно категоричное заключение для ученого по крайней мере я получила чертежи биочипа у меня есть вся информация о технологии и какая то там техническая документация это пригодится даже очень я бы сказала учитывая что хельман еще жив я свяжусь с ним и объясню что и заросаки не убегают через черный ход мне удалось связаться с альт каннингем с той самой да которая изобрела душегуб у меня есть его измененная версия она должна нам пригодится это все что у нас пока есть что теперь предлагаю встретиться лично в углях в центре города там безопасно и вот что важно и мне и тебе теперь следует быть очень осторожными ну я свое отработала знаешь что что было бы проще если бы сюда вломился спецназ расаки мы получили что хотели тебя от прокси так покоробило меня да иди ты да ты сам подумай еще вчера ханака жила в мире с пони и радугами а что перед ней оказалось сегодня чужой город брат-убийца ну и паршивая воровка поэтому она и послала прокси она одна ей страшно еще больше чем нам щелк что что ты сказал щелк к твоему ошейнику пристегнули поводок ну как еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку блядь так приготовься блядь 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 жонни так пахнет морской бриз вставай в пасифике в это время красиво этот приступ меня чуть не обнулил блядь блядь ты привел меня сюда погоди минуту сейчас узнаешь ты забрал тело не мог же я тебя там просто бросить ну как давно забытый ты ты хотел принять таблетку ну что за херня если б я хотел получить полный контроль я бы принял ее раньше думаю я нарушила твой план когда внезапно проснулась а я думаю что ты боишься смерти и хочешь на ком то сорвать злость полезай через окно думаю с этим то ты справишься ты хотела знать зачем я тебе сюда привел вот тут где я стою есть тайник открой его и посмотри что там это твое было раньше теперь уже твое а о пятьдесят лет назад война в мексике я был молод и глуп как ты и записался в корпоративную армию в мексике я понял что какую войну не возьми побеждают всегда корпорации а проигрывают обычные люди и ты решил рассказать об этом миру в песне сперва я свалил из армии потом закрылся в этой комнате лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности вот я и привел тебя сюда я не хочу чтобы ты проводила недели и месяцы в бессмысленном ожидании зачем ты мне их отдаешь представь что мы на войне сражаемся вместе плечом к плечу скажи ты закроешь меня от пули да закрою это жетоны человека который в мексике пожертвовал жизнью ради меня я долго думал о нашей истории надеюсь ты понимаешь что я на твоей стороне когда придет время я отдам за тебя жизнь а сам исчезну жетоны напомнят о моем обещании красивый жест но все что ты мне можешь предложить у меня уже есть это тело мое и всегда было моим поэтому и решение принимать мне давай пока что забудем об этой теме если ты не против неужели ты правда думаешь работать с ханака есть идеи получше еще нет но есть просьба какая не адам смешер тот хуй который меня убил чтобы со мной не случилось я хочу знать что его конец будет мучительным и страшным с чего это ты вдруг сейчас про смешера вспомнил не понимаю когда мы его видели не было случая поздороваться поэтому надо найти его и закрыть эту страницу это твое последнее желание месть это еще не все еще я хочу чтобы с тобой пошла бестия для меня это так же важно как и для нее это не так не думаю что бестия сентиментально да ты говорила что она стала циничной сука да и время немного прошло поэтому я сам освежу ей память просто прими таблетки мисти а я по-быстрому решу все вопросы ты понимаешь что я от этого плана вообще не в восторге я поговорю с бестией насчет смешера и сразу отдам тебе тело обещаю ты пока не заслужил мое доверие это должно работать в обе стороны ви уж очень тебе нравится всегда и во всем меня контролировать мне и себя то не нравится контролировать это ты принимаешь идиотские решения я могу только советовать или просить об одолжении вот как сейчас хельман говорил что ты попытаешься это сделать перехватить контроль над телом андерс хельман а напомни чем он тебе помог может не помог но и не навредил бестия это просто предлог для чего чтоб я наконец забрал у тебя управление или придумал какой-нибудь самоубийственный план на лёта на араспорту я же тебя знаю джонни последний раз говорю нет никаких планов расскажи по пунктам что ты хочешь делать я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи привет я откинулся из тюрьмы душ зацени мою новую задницу нет мне нужно просто сказать ей про смешера и повспоминать старые времена она сразу клюнет я еще подумаю окей спасибо мне это очень важно ви я просто прошу дойти до посмерти и дать мне немного порулить мне вроде получше пора идти а мне еще покалывает там где у тебя сердце это уже вряд ли пройдет отель пистис софия ты сказал хорошее место чтобы умереть но не сегодня не 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 Ви, слава богу, мне, наверное, нужна твоя помощь. Наверное. Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Спокойно, Панам, без паники. Что у вас там случилось? Помнишь Соло? Старейшину моего бывшего клана. Эм, да. Вы вроде как поссорились. Теперь это не важно. Он... Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альде-Кальде. Там все расскажу. Альде-Кальде? Я думала, ты от них ушла. Ага, долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Ви, спасибо, что приехала. Расскажи, когда ты успела помириться с Альде-Кальде? Ты не подумай. Они по-прежнему меня бесят. Но, понимаешь... Это семья? Ну, да. Ну, рассказывай, что у тебя. Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Само собой по нам. Мы же чумбы. Мне казалось, ты знаешь. Осторожнее, а то я в это поверю. Потом от меня не отвяжешься. Уж как-нибудь переживу. Ну, дружба дружбы. Но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от техтроники. Ты уже видела ее в деле? Плюс получишь уважение Альде-Кальда. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли. Меч по дороге объяснит, что к чему. Надо же. По нам и ви. Что творится-то? Она вернулась? После того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Соло-крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Ты ведешь себя, как сумасшедшая. Ты в курсе? Кто-то же должен. Где Митч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. А что не так? Если мы просим помощи у чужаков, значит, у нас все очень плохо. Поэтому мы все сделаем по-тихому. Лобовая атака – это самоубийство. Митч уже занялся разведкой. Ви пойдет в лагерь духов, а я буду прикрывать ее издалека. Минутку, ты предлагаешь нам идти вдвоем? А вы все что, останетесь? Да ты оглянись. После атак поллагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рина. Насчет техники лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, детка. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда, а не переместимся еще глубже. И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо. Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно. Ей не обязательно понимать. А вот и Митч. Я запустил дрон над лагерем духов. Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Митч, как ты? Вот бы изолента могла решить все проблемы в мире. И вообще, ты бы лучше думала не про меня, а про Соло. Будешь смотреть или нет? Ну, поглядим, что у нас там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Тухи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз. Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Видишь там следы? Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Может, они везли технику. А может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Похоже, Сола держали здесь. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Это переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Окей. С этим уже можно работать. Вопросы есть? Повтори план на всякий случай. Господи, окей. Соло поймали стилеты. Сейчас они держат его где-то на своей базе. Мы должны приехать и вытащить его, если еще не поздно, конечно. Ты пытаешься проникнуть к ним в лагерь, я прикрываю. Стреляем только в крайнем случае. Врагов много? Нас мало. Стараемся как-нибудь получить преимущество. Ты вытаскиваешь Соло, и мы втроем уезжаем на полной скорости. Теперь все ясно? Да. Мы едем за Солом. Отлично. Митч, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Так что, теперь тебя поставили во главу клана? Да, а что? Тебе что-то не нравится? Просто спрашиваю. Мне показалось, ты отвечаешь за лагерь, пока нет Соло. Ну, это все, что у нас есть. Я просто громче всех выражаю свое мнение. Так уж получилось, что большинство Аль-де-Кальто его разделяет. И давай сразу поясню. Я благодарна вам с Панам. Вы делаете благое дело. Хотя шансы на успех у вас довольно призрачные. Какая ты оптимистка. Реалистка. Но все равно удачи. Постарайтесь вернуться живыми. Похоже, не всем тут нравится ждать в море погоды. Это факт. Я больше люблю двигать жопой, чем на ней сидеть. Но раз клан решил, значит, сидим. Таков закон. Не знаю. Может, мы сами себя загоняем в могилу. Нам бы вообще пригодилась помощь ветерана. Ты уверен, что не хочешь поехать? Я уверен, что с каждой секундой Сол становится еще на шаг ближе к смерти. Иди, Ви. Вытащи его оттуда. Какие, по-твоему, у нас шансы? Я помогал Митчу с дронами. И сказать по правде, опасное это дело. У этих паразитов большой опыт. Они знали, где и как укрепиться. Если тебе интересно, то я согласен с Панам. Потихоньку проскочить было бы больше шансов. Что думаешь обо всем, что происходит? Мексика научила меня, что нет такой дыры, из которой нельзя выбраться. Но сделать это куда легче, если, так сказать, кто-то показывает, куда тебе лезть. Сол. Хочешь знать мое мнение? Без него тут все расползется по швам. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет. Лошадиная доза. Быстро его на ноги поставят. Надеюсь. Вряд ли я смогу его на себе вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Не могу поверить, что его вот так изловили. Ладно бы кого другого. Но Соло, ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрахема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... Ни хрена себе! Ты видишь? Это будет буря так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Так, ты рядом с главным комплексом. Где-то там они должны держать Соло. Осторожно. В этой башне сидит стрелок. А вот и главное здание. Берегись паразитов. Соло точно где-то здесь. Я это чувствую. Помни, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. Панам. Кажется, я вижу Соло. Его заперли в подвале. И как он? Трудно сказать. Там темно. Хорошо. Спустись и забери его. Надеюсь, еще не поздно. Панам. Кажется, я его вижу. Он что? Живой. Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Соло. Ты принесла мне чертову сигару. Сигару? Я же сказал вам черти. Зигару мне и ледяного бухла. И пару девочек для компании. А иначе можете поцеловать меня в задницу. Тихо, Соло. Тихо, Соло. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты... Я тебя помню. Ты та наемница. Идти сможешь? Черт! Кажется, мне что-то сломали. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. О да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. По-моему, неплохо. Сразу потребовал сигару и девочек. Это похоже на Соло. Пора уже дельтовать отсюда. Мы уже выходим. Поняла. Завожу мотор. Сейчас буду у вас. Ты что, обошла все их патрули? Ага. Если продолжим в том же духе, сможем выйти отсюда без единого выстрела. Точно. Там должен быть короткий путь на поверхность. Дandırает. Ух! 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 Ух- Ух! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пури набирает силу. Круто. Засыплет наши следы. Сворачивай на ферму. Нам надо спрятаться. Я ее помню. Там безопасно. Надеюсь. В дом, быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне надо передохнуть. Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Бипа, ищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Черт, холодает однако. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя, знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Ты это видишь? Срок годности истек еще до прошлой войны, но, надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. А если бы вы не решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стало бы меня. Видишь, Сол сжимает зубы и морщит брови. Он так говорит, спасибо. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь, что начинается? Большие проблемы. А может, и большая война. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием вздремнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабу. Классное слово. Правда же? Вау, что это было? Это, наверное, лекарство. Хорошо бы, конечно. А то он там явно успел нахватать по башке. Забавно. Что забавно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь, и снова день, жопа прирастает к креслу. И забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком модели. Очаг есть, бухлой есть. Не хватает только зануды на ресепшене. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Как вы оцените виски, мэм? Теплая. С легким металлическим привкусом. Выразительная, но мягкая. Четыре из пяти. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. Ммм, и что ты имеешь в виду? Есть пара идей. Сама понимаешь, каких. Ви, слушай, мне и так хорошо. Не будем портить вечер, окей? О, прости, пожалуйста. Не знаю, что меня дернуло. Ой, да все нормально. Не переживай ты так. Ладно. Значит, останемся друзьями? Так будет лучше. Ви, спасибо, что приехала. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Ветер перестал выйти. С хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чину, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля Свободная Калифорния Желаю вам влечь приятных сновидений. 250 человек обратились за медицинской помощью. Еще 70, численно пропавшими без вести. Если вы меня слушаете, считайте, что вам повезло. Смотрите, кто живой. Привет. Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Как там, Сол, в порядке? Трещина в черепе, шесть сломанных ребер, отбитые почки. Но уже командует всеми направо и налево. А ты? Даже не спрашивай. В следующий раз поедем в мотель. Если в следующий раз будет. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. А, погоди, я думала, ты возвращаешься к Альде-Кальде. Остаешься в клане. Все так и есть. Пойдем. Сол часто несет чушь и любит перестраховываться. Но в одном он прав. Духи и этот набег – это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я… Ну а ты? А я займусь разведкой. С телетом было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно? Спасибо тебе еще раз. Я рада, что смогла помочь. Честно. Давай, удачи. И тебе по нам. И помни, я у тебя в долгу. Ну все. Посмотрели на жопу мира. Пора и обратно к цивилизации. Пораإбали. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok